С добавлением новых функций, таких как каналы и группы, Телеграм превратился в мощный инструмент коммуникации и открыл тем самым новую эру социальных сетей. Это не просто приложение для переписки, это еще и огромная сеть, при помощи которой вы можете привлекать новых клиентов к себе и к вашим продуктам. Вы можете общаться с огромной аудиторией, снабжать ее новой информацией, получать обратную связь, что немаловажно, и зарабатывать при этом деньги. Сегодня вы научитесь создавать каналы в Телеграме, куда вы потом сможете пригласить неограниченное количество участников. Как это работает, смотрите далее в этом видео, а пока что... Привет, меня зовут Дмитрий, и вы смотрите канал «Весь мир на ладони смартфона». Подписывайтесь на него и активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новых выпусков. На моем канале вы научитесь делать классные фотографии, красиво оформлять Инстаграм и Фейсбук, создавать и продвигать веб-страницы, делать рекламу в интернете и многое-многое другое. Вы научитесь пользоваться различными инструментами, приложениями и технологиями, так необходимыми сегодня практически каждому, чтобы двигаться в ногу со временем. Если вы еще не установили Телеграм, то сделайте это сейчас, для того, чтобы вы могли сразу повторять мои шаги. Как инсталлировать Телеграм, вы найдете в отдельном видео, по ссылке указанной либо в описании к данному видео, либо где-то в окне видео, слева или справа. В этой части видео мы рассмотрим создание канала на мобильном устройстве Android. А во второй части видео мы сделаем это вместе с вами на компьютере. Итак, чтобы создать канал, открываем Телеграм и сразу же в открытом окне чатов нажимаем на кнопку карандаша. Это синяя кнопка в правом нижнем углу экрана. И в открывшемся меню выбираем создать канал. Теперь назовите канал на ваше усмотрение. Я перенимаю название моего канала на YouTube, весь мир на ладони смартфона. Добавляю туда короткое описание, чтобы новые посетители могли более подробно узнать, что их тут ожидает. Например, советы и руководство по фотографии, инструментам и технологиям. Я не буду пока детально описывать мой канал. Это всегда можно будет сделать и позднее. После того, как мы написали название и описание канала, мы завершаем ввод наших данных или подтверждаем ввод наших данных нажатием на галочку в правом верхнем углу экрана. И переходим к следующему окошку. Теперь необходимо выбрать тип канала, публичный или частный. Публичный – это открытый канал. Любой посетитель может найти его, посмотреть содержимое канала и затем по желанию присоединиться к нему. В частный канал можно войти и присоединиться только по ссылке приглашению, без предварительного просмотра содержимого канала, поскольку он закрыт. Если вы планируете продвигать канал с целью привлечения широкой аудитории и повышения известности в интернете, то, конечно же, рекомендуется делать канал публичным. Выбрав этот тип канала, вы можете создать оригинальную ссылку приглашения, например, «Мир смартфона», как мой канал, или какое-то другое название, при условии, что эта ссылка еще кем-то не занята. В идеале это очень круто, если ссылка как-то отражает название канала, либо отображает вид вашей деятельности. Я оставлю себе сокращенное название «ВМ смарт», поскольку это очень похоже на мой канал на YouTube. В частном канале ссылка генерируется автоматически. И, как вы видите, это просто бессмысленный набор символов. Понятно, что искать такой канал будет затруднительно, а точнее, невозможно. Публичный же канал, напротив, может быть найден по имени канала или по его оригинальной ссылке. Созданную ссылку вы можете охотно разослать друзьям или разместить где угодно, например, в соцсетях или на сайте, для привлечения новых подписчиков. И мы завершаем создание канала, нажатием на галочку. И наш канал почти готов. На этом этапе вы можете сразу же добавить до 200 подписчиков из списка ваших контактов. И даже без их согласия. Но выбирайте тщательно, чтобы вас вдруг не заблокировали обиженные на ваше действие друзья-товарищи. Сейчас я никого не стану добавлять и завершаю этот процесс простым нажатием на кнопку «Далее» внизу экрана. Все, наш канал создан. Итак, давайте теперь посмотрим, что же мы тут натворили или создали. Кликаем по названию канала и заходим в его профиль, нажав на карандаш вверху экрана. Здесь вы можете посмотреть и при необходимости дополнить информацию о канале. Например, добавить подписчиков, назначить администратора, загрузить аватарку канала. Как, например, загрузить аватарку канала? Давайте посмотрим. Для этого кликаем по надписи «Загрузить фотографию или видео». Из открывшегося окна галереи мы выбираем альбом, затем фотографию, которую хотим загрузить как аватарку. После у нас открывается окно, где мы выбираем область, какую часть фотографии показать и подтверждаем кнопкой галочки в правом нижнем углу экрана. Чтобы сохранить изменения аватарки, еще раз нажимаем на галочку уже вверху экрана. тем самым подтверждая наш выбор. И сохраняем изменения. Кроме того, в профиле канала вы можете изменить тип канала с публичного на частный или наоборот с частного на публичный. Вы можете добавить группу для обсуждений. Если у вас таковая группа существует, вы можете ее просто присоединить либо создать новую и потом присоединить. И в этой группе будут сохраняться комментарии под вашими постами. Как создать группу смотрите в отдельном видео, а мы продолжаем дальше по теме создания канала. Теперь давайте рассмотрим, какие средства публикации у нас имеются в нашем канале. Вы можете, как обычно, публиковать текстовые сообщения. Так же, как и в обычных чатах, вы можете открыть галерею, чтобы добавить какие-то картинки. Вы можете открыть и загрузить файл. Например, вот я загружаю книгу. Вы можете добавить описание к файлу, который вы загружаете в группе, простите, в канале. Далее вы можете указать свою геопозицию. Вы можете добавить опрос. Как это делается, я коротко покажу. Вы задаете вопрос. И предлагаете варианты ответа. Вы можете добавить 9 вариантов ответа. Ответ 1. Ответ 2. И так далее. Можно выбрать несколько вариантов ответов. То есть, правильных ответов может быть несколько. Тогда мы включаем бегунок. Выбор нескольких ответов вправо. Проводим тестовое голосование. Выбираем ответ 1. Ответ 3. И кнопочку «Голосовать». Таким образом, вы можете провести опрос внутри канала. Теперь давайте посмотрим, как у нас работают публикации, если мы присоединяем группу. Заходим снова в профиль нашего канала. Щелкаем по названию, потом по карандашу. И здесь в графе обсуждения добавляем группу. «Группа тестирования». Я привязываю ее. И подтверждаю. Ок. Теперь мы пишем нашу первую публикацию. Например, «Как комментарий писать». И вы видите, теперь у нас появилась строка «Прокомментировать». В отличие от нашей первой публикации. Посмотрите наверх, моя первая публикация. Здесь есть строка «Прокомментировать». Нажимаем на нее. И здесь мы можем писать наши комментарии или наши подписчики. Например, первый комментарий. Отправляем. Можем написать второй комментарий. И теперь заходим в группу. Группа «Тестирование». И мы видим наш пост, нашу публикацию. «Как комментарии писать» и «Комментарии под ним». Первый и второй. Давайте коротко разберем, как может быть ваш канал найден. При условии, что тип канала публичный. Для этого мы открываем поиск в Телеграме. И задаем какие-то поисковые слова. Я задаю поисковое слово «Смартфон». И мне выдается уже несколько вариантов групп. Две из которых мои собственные. «Весь мир на ладони смартфона» — это созданный нами канал. Группа «Hero from Zero» — это тоже моя группа созданная. Или даже это не группа, это канал. Пока не активный. Моя группа «Смартфон фотография». При желании можете найти и добавиться. В этой группе идет речь о фотографии на смартфон. Мы можем попробовать искать на русском языке. И видим, что результаты поиска такие же самые. То есть из этого мы делаем вывод, что Телеграм не делает особой разницы, каким шрифтом вы вводите поисковые слова. Как вы уже знаете, мы создавали ссылку в «МСмарт» и ищем по ссылке. Вот и все по теме создания канала на мобильном устройстве Android. Сейчас мы коротко рассмотрим, как это работает на компьютере. Создание канала на компьютере выглядит практически так же, как и на телефоне, с небольшой лишь разницей, что нам нужно щелкнуть по трем полоскам меню и в них выбрать «Создать канал». Вот, собственно, и все отличия мы задаем. Допустим, тест. Описание. Тестирование. Тест канала. Тут можно тест канал назвать. Создать. Сделаем частным каналом. Сохранить. И можно добавить участников или пропустить. Я пропускаю. Все. Наш канал создан. И мы можем точно так же его редактировать, как и на мобильном устройстве. Добавлять пользователей, создавать опросы, очищать историю, управлять каналом и так далее. Разница небольшая. На этом наше обучение создания канала закончено. С вами был Дмитрий и канал «Весь мир на ладони смартфона». Подписывайтесь на него и активируйте колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новых выпусков. Не забывайте лайкнуть это видео и оставить комментарий. Также вы можете задать вопросы в комментариях, и я постараюсь на каждый из них ответить. Желаю вам успехов. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok